5 минут уже они вас не тронут. Так, вам слышно, что я говорю? Я спрошу тех, кто рядом. Что такое энциклопедия? Вопрос, кто знает, подними руку. Энциклопедия, что такое? Книга. Ну, давай, учительница. Энциклопедия, что такое? Энциклопедия. Ну, то есть это, проще сказать, книга. Там много книг, где самые важные события, которые были в мировом возрасте, местного, то достойное внимание. Она все показывает. В интернете как эта энциклопедия называется? Википедия. А? Википедия. Википедия. Меня попросили вам это сказать. Дело в чем. Меня занесли в Википедию. Кто не знаю. И теперь там, что говорили, несоответствует действительности. И доказать это легко. Если я поеду в Барнаул, а я как реабилитированный жертва политических репрессий, мне должны дать копию приговора. Когда меня судили, осудили, уже отправляют все. Приговор за что конкретно, кому, что я когда дал. У меня статья 190 прим. Политическая статья. Теперь там 142. Она намеком была, проскочила. Незаконное предпринимательство. То есть я пленки записывал и продавал. И на этом наживался. Но когда дело начали исследовать, я уже сижу. Ее сразу убрали. Она не соответствует. Кому вы предъявляете это? У меня ничего нет. И это убрали. Они теперь ее клеят туда, в эту Википедию ко мне. Ее убирают. Кто-то имеет доступ. А там имеет доступ в Википедии, ну кто там, в Ютубе или кто. И они снова вставили вчера эту статью. Вы, говорят, скажите тут на собрание, если кто знает. Из той эпохи-то никого и нету. У меня предпринимательская деятельность никогда не была никакой. Абсолютно никакой. А как пленки? Чистую привозили, а я ее записывал и отдавал. А она дороже делалась, а в 6-7 раз дороже. То есть речь идет, громадная сумма денег, если бы я брал по государственным расценкам. Я не брал. Когда стали пленки давать 6-20, кажется 5-80, я брал 6. Почему? Потому что та работа, которая на электричество, это 20 копеек. Но они подсчитали, нигде ничего нету. Нету. Мало того, следователь говорил, я тебе бороду выщипаю, все равно докажу, в каком банке лежат деньги. Всякие были там, в Алматах у меня двухэтажный дом, ну клеветы всякие, ну и кончилось ничем. Ее стерли нигде нету. А теперь ее, кто-то ее там вставляет. Никого нету из тех времен-то. Вы меня не знали тогда. Я никому не могу обратиться. Ну вы просто знаете, что я не предприниматель, у меня нет ничего. Я ничего не продавал никогда. У меня нет этой жилки этой. Ну, у нас отец такой же. Один раз отправили его, сливы хорошие собрали. Сливы, прям вот такие сливы, вот большие. Никого не надо, его поставили. Написали, какая цена. А он стоит, никто не берет. Он вечером вышел, арык идет, арык высыпал эти все ведра и пошел домой. Чтобы я пошел, да тьфу, и плюнул только на это. Вот и все. Не торговал, ни мясом. К слову сказать, вот как надо быть внимательным. Я вел занятия во всех пяти отделах милиции. Городском и краевом УВД. И линейный отдел, на вокзале который. Вот я стою, сегодня у меня занятия с милицией, офицерский состав. Проходит высокий такой он, с наших ребят, мужчина с седой. Так. Вы две недели назад на старом базаре торговали жирной свининой. А я не знаю кто он, первый раз его вижу. Я говорю, я вообще никогда не торгую. Вы были там, второй человек похожий на вас. Моложе вас. Это отец Аким. В ребрике был, тогда он не был священник там. И привез свинью продавать, просил меня за прилавы занести. Это следователь. Он никогда не думал со мной второй раз встретиться. Понятно. Как он мог это все это сохранить? Две недели прошло, он мне все описал, как я заходил, как что где. Я сидел с одним, говорит, я когда-то там в Барнауле было. Да года три назад. Ну и тут ехал, говорит, с женой. И решил выйти папирос купить. Вышел, меня сразу арестовали. Яма проклятая Барнаул. По всей стране жил, нигде не брали. Уголовный розыск работает в силе. И я перед ними выступал. И однажды, когда я говорил на перроне, люди не слышат. Прям толпа сразу собралась. Перрон. А там, когда такие тележки есть, когда почтовые развозят на тележках. Подкатили тележку, встаньте на тележку, как Ленин на броневике. И я стал говорить. И сразу кто-то подходит. Майор, гражданин. Я повернулся, ой, извините, пожалуйста. Он повернулся и пошел. Они знают. Мне это не один раз помогало. То, что он где вел занятия. Я его не знаю. Я не запомнил. Он в толпе милиционеров-то. А нет. Он вспомнил, что я говорил. Один на вокзале так, маленько подвыпивший, говорит. А вы меня, наверное, не знаете. Я говорю. А кто вы? А вот всех прокуроров и помощников с края собирали. И вы перед нами выступали так. Здорово вы так сказали. Я говорю. Да вот приехал в город, маленько тут выпил. Вы свидетельствуйте везде. Говорите о Боге. Говорите. Не знаешь как? Дома напиши заранее. У нас Володя занимался нынче. Печатал. Много печатал. Там разные молитвы. И брал из Крестного православия оттуда. Где-то. Чтобы у вас было что-то. Это будет оправдательный документ на суде Божьем. Ты не просто что-то делал. А ты скажешь. А я в поле. В поле. В поле тоже бывают люди новые подходят. И ты ему возьми с собой. Нет. У меня ко мне подойди. Я тебе дам Евангелие. Положи где-то. Забери псалопан. И кто-то подойдет. Только подъехал. Ты только не забывай. У тебя сокровище. Ты ему раз сказал. Мы поговорили. Возьмите пожалуйста. И это может случиться. Та самая веревка через которую он выйдет из пропасти. Вот что я вам хотел сказать сегодня здесь. Невиновен в 142 статье. Невиновен. О! Вот кто знает. Торговал я хоть раз? А? Да нет конечно. Никогда этого не было. Вот и все. Даром давал. Подарками. Торговал. Ну тебя смотришь сегодня.